Великобритания выплатит многомиллионную компенсацию тысячам кенийцев. В ходе досудебного разбирательства было решено, что участники повстанческого кенийского движения Мау-Мау, действовавшего в 50-х годах прошлого столетия, получат финансовое возмещение за перенесенные пытки со стороны колониальных британских войск. Переговоры между жертвами пыток и британским правительством начались в прошлом октябре. Тогда лондонский суд вынес решение, что три пожилых кенийцы, которые подверглись кастрации, изнасилованию и побоям в период подавления Мау-Мау колониальными войсками, могут подать в суд на Великобританию. Пытки применялись в период восстания народа в Кении против отъёма их земли английскими поселенцами. В то время повстанцы из Мау-Мау начали нападать на поселение белых, вызвав панику как в Кении, так и в Лондоне. После этого Британия начала ответную операцию. И хотя, как говорят историки, насилие применяли обе стороны, но погибших среди Мау-Мау в разы больше. Как предполагается, общая сумма компенсации составит 14 миллионов фунтов стерлингов. Это почти по 400 тысяч кенийских шиллингов на человека, в то время как средняя зарплата по стране составляет 70 тысяч. По оценке Кенийской комиссии по правам человека, во время восстания было убито около 90 тысяч кенийцев.